Близнецы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на июль месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта для вас на начало месяца – это карта Рыцарь Жезл. Знаете, даже то, что вы горите изнутри, даже то, что у вас идёт состояние, когда падение взлёта, падение взлёта, вы должны бороться. Вы должны бороться для того, чтобы вы были счастливы. В жизни, да, бывает много испытаний, много какие-то жизненные уроки, но вы не должны расстраиваться, вы не должны отпускать руки. Только через борьба, только через испытание вы можете дойти до того желания, которое вы хотите, да, чтобы она исполнилась для вас. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Это Десятка мечей. Десятка мечей – это может говорить о том, что вы пока боретесь выйти из какой-то предательства. Вот это состояние, оно у вас давно, да, но она как будто у вас тянется, да. У вас то вроде бы уходит состояние, то вроде бы вернётся это состояние. И у вас такое ощущение, что пока вот на начало месяца, даже на сегодняшний день, вы никому не можете доверять. Вы всё-таки ощущаетесь, да, то, что вам разбили сердце. Давайте посмотрим следующая карта. Для вас это колесо фортуны. Фортуна на вашей стороне, мои дорогие близнецы, она вам даёт возможности начать чего-то новое. Она вам даёт возможности, чтобы вы оставили всё в прошлом, да, вот эти уроки, которые у вас были, и начать чего-то новое. Потому что благодаря то, что высшие силы тянет вам руку, и вы можете это брать, то вы можете спокойно, да, выйти из этой состояния. Вы можете отпускать вот это, то, что у вас происходило в прошлом. Потому что здесь может тянется где-то, может быть, даже несколько лет, хочу сказать. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца для вас. Это карта суд. Карта суд, знаете, говорит о том, что возрождение. Это сгореть до тла и возобновиться заново. Это как птица феникс, да, когда вы можете сказать, что вы потеряли всё, и на сегодняшний день вы себя восстанавливаете, да, вы себе даёте возможности начать чего-то новое. Давайте посмотрим следующая карта на середине для вас. Это девятка Пентакли. Но у вас на середине, знаете, такое состояние, что опустошение на душе. Может, и вы будете тосковать, может, и вы будете вспоминать, может, и вы будете понять, что вы хотите, да, ну, то состояние, как в прошлом, но вы должны уходить, да, вы должны просто убрать вот эта пустота, которая происходит у вас на душе. Мы должны вот сделать какие-то действия, да, выйти из этого состояния, да, опустошения. Давайте посмотрим следующая карта для вас на середине. Это карта Двойка Пентакли. Двойка Пентакли. Нужно держать свой баланс. Здесь, смотрите, если вы не будете выйти из этого состояния, отпускать вот это предательство, то вы можете упасть в пропасть. Поэтому стараемся, да, стараемся держаться тот баланс, да, понять, что в жизни бывает и тяжело, да, но после этого всё-таки восстанавливается человек. Здесь может быть шаг влево, шаг вправо, вы можете сами из-за этого как бы страдать. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Это Рыцарь Пентакли. Всё-таки вы не преодолеваете ваши страхи. Всё-таки у вас до сих пор, да, присутствуют страхи. Вы боитесь, что, может быть, знаете, вот из-за вашего прошлого, вы боитесь что-то начать, и вы думаете, что опять вы, знаете, будете за какой-то, ну, как за какие-то грехи отвечать. Дайте себе возможность, да, доверять людям. Дайте себе возможность не осуждать, да, что каждый человек одинаковый. Дать себе возможность, что вы сами, да, может быть, стали другими, а не те люди, которые были в прошлом. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это Королева Жезла. А Королева Жезла говорит, мои дорогие женщины, для вас то, что вы благородная женщина, вы очень много можете простить, да, но эти страхи, да, которые вы себе думаете, что, а вообще правильно я-то делаю. Мои дорогие, благодаря вашей благородности, да, вы выйдете из этой состояния. Мужчины, которые в отношении, у вас есть такая женщина, которая вас может поддерживать, она вам может дать руку помощь, для того, чтобы вы вышли из каких-то определенных ситуаций. Давайте посмотрим карта совета. Что вам высшие силы советует для вас, мои дорогие близнецы? Карта совета для вас. Паш Пентакли. Вложение в чего-то новое. Вот начинайте с себя обучение. Может быть, для некоторых могут быть вложения в какой-то бизнес, какие-то новые начинания для себя, может, какие-то процессы, которые вы давно думали, но пока не осуществовали. То здесь нужно сделать это. Вот именно июль месяца вам поможет вложение в чем-то. Вам поможет в чем-то вкладываться для того, чтобы вы вышли из этой состояния. Самое главное, чтобы вы сделали какие-то действия. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.